Друзья, всем привет! Сегодня у нас на обзоре самая большая квартира по площади в Академии Версайде. Это студия плюс три спальни, 85 квадратов, полностью с ремонтом, для большой дружной семьи и с небольшим бонусом. И сразу расскажу по месту расположению. Вот университетская набережная 103, получается квартира в том первом подъезде. Рядом совсем у нас большой детский сад, дальше река Миас, лесной массив, свежий воздух всегда. Через дорогу у нас за домом огромная школа на тысячу мест, остановка общественного транспорта тоже совсем рядом. Ну и магазины все, спар, пятерочка, все есть, все в доме. Пойдем смотреть! И так, мы в самой квартире, давайте смотреть все по порядку. Значит, это входная дверь установлена хорошая, с зеркалом. При входе справа у нас сразу кухня-гостиная большая, 18,5 квадратов. Значит, в квартире остается все, что на видео. Тут она полностью обустроена, можно заезжать и жить. Значит, на полу у нас плитка, плитка с теплым полом, вот терморегулятор. Установлен кухонный гарнитур, есть вся техника нужная. Это духовой шкаф, микроволновая печь, варочная панель на 4 комфорки, вытяжка, холодильник и даже телевизор. Это все есть, все установлено, все остается. На кухне-гостиной есть вот такая зона. Это кладовка, она обустроена с полочками, тоже удобно для всяких бытовых нужд. И из кухни-гостиной у нас выход на балкон. Небольшой балкон, на балконе ламинат, такие мешки для отдыха и установлены полочки. Это университетская набережная, это у нас северная сторона, окна еще выходят на южную. Там как раз, как я рассказывал, школа и огромная детская площадка. Пойдемте смотреть дальше. Значит, да, здесь еще натяжные потолки и вот такое освещение синего цвета. Довольно симпатично смотрится. Значит, в коридор. В коридоре у нас во всю длину установлен шкаф для всяких, для всего абсолютно. То есть и для верхней одежды, и для мелочи какой-то. Вот. Дальше у нас идет зал, 19 квадратов. Ламинат обои, натяжные потолки, тоже интересная подсветка. Диван большой. Здесь вот такая тумба. Шкаф. Все остается. Есть выходы под телевизор, под ТВ, под 220 и под интернет кабель. То есть никаких у вас проводов висеть не будет. Установлен кондиционер, шторы, тюль тоже. Все-все-все остается. Хорошие межкомнатные двери, кстати. Такие, знаете, массивные, ламинированные. Подсвет шкафа. Все в одном стиле. Значит, смотрим, спальня детская. 16 квадратов. Установлена рабочая зона для детей. Тут можно уроки делать, либо компьютер поставить. Такие два шкафа, тоже подсветка. Все так симпатично, аккуратно. И двухуровневая детская кровать. Смотрим последнюю комнату. Эту квартиру называют как трешка, так и студия. Плюс три спальни. Я больше вижу, что это студия плюс три спальни. Значит, и последняя спальня. Это 12 квадратов. Взрослая спальня. Тут осталось установить только кровать. И все. Два больших, огромных шкафа. Прикроватных. Тоже для всего и для вещей. Видите, такой объемный. Со шкафчиками внутри. И здесь тоже и с полочками. И вот такого плана. Это у нас уже южная сторона. Здесь почти всегда солнце. Такой прекрасный вид на зеленый лес. Детский сад. Детская площадка. Можно как раз за детьми смотреть из окна. И пойдемте еще... А, забыл сказать. Тут тоже все установлено. Для телевизора кронштейн есть. И все выходы. 220, интернет и ТВ. То есть осталось только телевизор повесить здесь. Смотрим санузел. Санузел совмещенный. Инсталляция, плитка, тушевая кабинка и раковина. Все есть. Змеевик, натяжные потолки. И бонус, про который я говорил, это сауна. Представляете, в квартире есть сауна. То есть полноценная. Ну, для одного человека точно. Для двух, наверное, надо будет потесниться немножко. То есть представьте, вечером, в зимний холодный вечер приходите с работы, налили чая себе. Зашли в сауну, закрыли дверь. Здесь такая подсветка. Все. Поддали пару. И сидите, наслаждайтесь. Расслабляйтесь. Такая клевая квартира. Друзья, подпишитесь на канал, поставьте лайк, чтобы не пропустить следующий обзор. Всем пока.